...по соответствию, начиная с января текущего года. Также постараемся ответить на вопросы, во-первых, те вопросы, которые направлялись заранее, то, что осуществляли наши коллеги, рассылку вопросов и анкет. А также постараемся ответить на те вопросы, которые у вас могут появиться по ходу рассказа. Часть вопросов были примерно на одни и те же темы, какие-то по поводу применяемых технических мер защиты, которые позволят реализовать меры ГОСТа, какие-то по методологии проведения оценки. Поэтому сначала расскажу коротко, или не очень коротко, как получится, по действующим нормативным актам и по нашему подходу к проведению оценки соответствия требованием ГОСТ 57-580, а уже во второй половине вебинара постараюсь ответить на те вопросы, которые направлялись или которые у вас еще появятся. Собственно, приступим. Рассматриваем порядок проведения оценки соответствия, сроки выполнения требований, которые действуют на данный момент. Сейчас несколько нормативных актов отсылает финансовый организатор к выполнению требований ГОСТ. Ответственность за невыполнение, коротко все-таки посмотрим, что сейчас есть. И дальше уже по реализации конкретных мер. В первую очередь, хотел бы сказать о том, что требования ГОСТ сейчас обязывают выполнять несколько нормативных актов. Это все положение Банка России. Положение Банка России 683-П от 17 апреля 2019 года, которое устанавливает обязательные для кредитных организаций требования к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности. Положение 747-П, которое заменило 672-П, вышедшее 23 декабря 2020 года и уже вступившее в полную силу. Положение, все еще действующее до конца нынешнего года, 382-П, которое все давно знают. Оно не отсылает к требованиям ГОСТ, но оно действует на данный момент, и его приходится учитывать, и сохраняется требование по проведению оценки соответствий для тех организаций, у которых она была в 2019 году. Требование 684-П для некредитных финансовых организаций. И появившееся в прошлом году требование 719-П, которое с января 2022 года уже заменит действующий сейчас 382-П. 719-П, мы его сейчас дальше тоже посмотрим, он как раз по аналогии с 683-П и 747-П отсылает к выполнению требований ГОСТ. Начнем с 683-П, который в плане выполнения мер ГОСТ для кредитных финансовых организаций, наверное, один из основных сейчас получается. Ну, помимо 747-П, распространяющийся на достаточно узкий сегмент. С 1 января 2021 года для системно значимых кредитных организаций должен быть выполнен усиленный уровень защиты, и для остальных стандартный уровень защиты. 683-П определяет обязательное привлечение лицензиата для проведения оценки соответствия на выполнение соответствующих требований. Он определяет требования к нескольким технологическим участкам. И надо отметить, что в самом 683-П также существуют определенные требования по финансовой составляющей и по процессу проведения платежей. Определяются требования именно к технологическим участкам по формированию и подготовке, и передачи электронных сообщений по их подписи, по тому, как должны удостоверять права клиентов по распоряжению денежными средствами. Это частично перекликается с требованиями действующего сейчас 382-П, которые также регламентируют требования к платежным сообщениям и к их проведению и к проведению сверки. Далее, 683-П содержит требования, которые также есть в действующем 382-П, ну, по крайней мере, они схожи, и которые сейчас на данный момент, оно обязательно и становится достаточно сложным для многих финансовых организаций в выполнении. Это требования по сертификации прикладного программного обеспечения и приложений, которые кредитная организация распространяет клиентам для совершения действий при осуществлении банковских операций, а также программного обеспечения, которое обрабатывает защищаемую информацию на участках для приема электронных сообщений. Данный вопрос достаточно, как показала практика, оказался сложным для многих финансовых организаций, для большинства, наверное, и в предыдущие годы все было поставлено на паузу в большинстве организаций, потому что решался вопрос о том, кто это будет выполнять, вендор или не вендор, или будет выполнять сама организация, но в прошлом году, тем не менее, Банк России выпустил профиль защиты, которым он рекомендует пользоваться при выполнении оценки соответствия. И в данном случае появилось, по крайней мере, понятное направление, куда дальше двигаться. Организации, частично данные вопросы рассматривают вендоры сейчас, как это реализовывать, частично финансовые организации как-то пытаются справиться сами, есть лаборатории, которые оказывают соответствующие услуги. И если ранее у Банка России было письмо, которое указывало о том, что они отложили санкции за невыполнение данного пункта, то сроки истекают, и при этом надо отметить, что никогда не было отложенного в реализации данного пункта. Он всегда был, поэтому он при оценке соответствия оказывался практически у всех организаций нулевым, потому что он не выполняется. А при этом вопрос был исключительно в том, что Банк России отложил санкции за его невыполнение, но ни в коем разе не откладывал сроки реализации данного требования. Положение Банка России 747-П, оно относится к сегменту взаимодействия с Банком России. Это, собственно, традиционный арм КБР, арм КБРН, это участок СБП, и, возможно, для части организации, в зависимости от того, как будет реализован платежный процесс, могут затрагиваться дополнительные АБС, либо система ДБО. Но это зависит от конкретной реализации в конкретной кредитной организации. Сразу надо отметить. Требования данного положения частично они вступают с июля 2021 года, частично они вступают дальше только с января 2022, либо с июля 2022 года. По данному положению уровень соответствия не ниже четвертого должен быть с 1 января 2023 года. То есть у организации есть пока что еще возможность по повышению своего уровня соответствия и по проведению дополнительных организаций, по внедрению дополнительных технических мер защиты или организационных мер защиты для того, чтобы повысить свой уровень соответствия. 747П в принципе не сильно изменился по сравнению с 672П, но появилась вот новая категория, например, которая до этого уже была в 719П, внедрена оператор услуг информационного обмена. И данное положение также распространилось на эту категорию субъектов. С 1 апреля 2021 года есть обновленный список перечень операторов услуг информационного обмена, который размещен на сайте Банка России, с которым можно там ознакомиться. Данное положение, ну, собственно, как и 672П, определяет требования к размещению объектов информационной структуры отдельно для участников систем срочных и несрочных переводов, а также для сервисов быстрых платежей. И определяется, как должно выполняться сегментирование, каким образом должны защищаться сообщения. И на уровне 747П также сохраняется требование к подписи и удостоверению электронных сообщений на этапе их формирования, проведения и хранения. Собственно, так же, как и было, делится по-прежнему для систем срочных и несрочных переводов и для сервисов быстрых платежей. Положение Банка России 684П. Оно распространяется на некредитные финансовые организации. Депозитория... Депозитория... Так, забыла совершенно слово. Клиринговые организации. Негосударственные пенсионные фонды – это те, кого оно коснулось, и те, кто уже приступили к его выполнению. В данном случае для большинства организаций это стандартный уровень защиты, требуется его выполнение. Много организаций под это попадают. Для тех организаций, это в том числе вопрос, который у нас был направлен нам перед проведением вебинара, какой уровень защищенности должны выполнять некредитные финансовые организации, если они не попадают в перечни, не становятся... Для них необязательно усиленный уровень защиты, и они не попадают в перечень организаций, которые обязаны выполнить стандартный уровень защиты. В данном случае организация определяет сама, какие требования выполнять, какие нет. Получается так, что регулятор жестко не регламентировал, что делать всем остальным. Есть пара мер из 684П, которые применимы для, в принципе, всех некредитных финансовых организаций, то, что распространяется. Дальше это как скорее руководство к действию, то, на что можно было бы ориентироваться для обеспечения безопасности обрабатываемой информации и для обеспечения защиты данных клиентов, которые обрабатывает такая некредитная финансовая организация. Тут нету строгих требований, да, но при этом есть смысл обратить внимание на нормы этого положения и на те требования, которые предъявляются, потому что достаточно много требований, которые просто в целом для того, чтобы ваша организация корректно функционировала. и для НПФ, да, конечно, обязательно. Мы говорим сейчас про те организации, которые не попали в категорию со стандартным уровнем защиты. НПФ туда попадают. И есть вещи, которые имеет смысл просто постараться выполнять. Что касается положения 684 П. Сейчас, коллеги, секундочку, у меня потерялось переключение. По положению Банка России 719 П. Его требования вступают в силу с января 2022 года. Есть часть требований, которые отложены на более поздние сроки. 2024-2023 год. Там касается средств по криптографической защите информации. По 719 П. Оно сильно, кардинально изменилось по сравнению с 382 П. Антон, спасибо. По сравнению с 382 П. Стало гораздо ближе к остальным нормативным актам, которые были выпущены в последнее время Банком России. 719 П. Стало ближе, наверное, к 683 П. Ну, вот в первую очередь, по крайней мере. По сравнению с действующей редакцией 683 П, в 719 П был введен расширенный перечень субъектов, на которых это распространяется. Скорее всего, планируемая к изменению версия 683 П также будет расширена и дополнена субъектами, которые вводились в 719 П. На данный момент получается так, что 719 П точно так же, как и 683 П отсылает в части именно мер по защите информации к выполнению ГОСТ 57 580, что, с одной стороны, для организации проще, потому что не надо выполнять различные нормативные акты, с другой стороны, тут и получается и проверка больше, и объемнее оценка соответствия. Но, тем не менее, никуда уже не деться, дальше будет оно выполняться. То, что есть в 719 П, и то, что немножечко отличает 719 П от 683 П. По положению 719 П, также, как и 683 П, требуется проведение сертификации либо оценки соответствия по АУТ-4. В данном случае речь идет о прикладном программном обеспечении автоматизированных систем и приложений, которые распространяются для клиентов-операторов по переводу денежных средств для совершения действий, непосредственно связанных с осуществлением перевода в денежных средств. И для программного обеспечения, эксплуатируемого на участке, используемых для приема документов, связанных с осуществлением перевода в денежных средств. По рекомендациям Банка России было выпущено письмо от Банка России о том, что для оценки соответствия по АУТ-4 рекомендуется использование профиля защиты прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Данный профиль защиты размещен на официальном сайте Банка России. Для операторов по переводу денежных средств, которые не относятся к системно значимым, они должны обеспечить сертификацию прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений ниже пятого уровня доверия в соответствии с приказом в СТЭК. В данном случае существует несколько мнений от Банка России, одно из которых озвучивалось о том, что в принципе для операторов по переводу денежных средств рекомендуется рассматривать именно сертификацию, а не оценку соответствия. Но это одно из мнений, необходимо это учитывать, и тут мы пока что ждем. Игорь, я увидела ваш вопрос, я на него отвечу чуть-чуть позже, сейчас давайте закончим сначала с 719-п. В данном случае одно из мнений о том, что должна проводиться именно сертификация, но мы ждем пока что разъяснения от регуляторов и больше конкретики. Сейчас, если трактовать именно так, как написано в положении, то получается, что для операторов по переводу денежных средств, в отличие от остальных субъектов, которые участвуют, и относятся именно требования по сертификации без вариантов с оценкой соответствия. Есть еще альтернативное мнение, одна из точек зрения, тоже одного из представителей Банка России, о том, что пункт 2.5 положения 719-п, он исключительно для тех, кто выбрал направление сертификации, а не оценки соответствия. И вот только если вы выбираете сертификацию, то вы должны руководствоваться именно приказом СТЭК-131 в части проведения сертификации. Но, повторюсь еще раз, это отдельные мнения, субъективные, по сути, различных представителей регулятора, и на данный момент в процессе получения каких-то более официальных разъяснений на это требуется время, чтобы регулятор смог сказать конкретнее, как именно должны участники рынка руководствоваться и принимать в данном случае решение. В принципе, каждый из участников рынка имеет возможность направить официальный запрос, то, что и Банк России тоже предлагает, направить официальный запрос и получить от них официальный ответ. Хотя тоже, также есть вероятность, в общем-то, получить субъективное мнение, оно может оказаться каким-то третьим вариантом. Но, тем не менее, у вас будет способ взаимодействия с регулятором в случае проведения проверки. На следующем слайде у нас представлен суммарно те сроки ключевые, которые есть на данный момент. Собственно, вот начиная с 2019 года, когда появился 672П, 683П и 684П, дальше у нас с января текущего года уже вступила в силу необходимость выполнения требований 507-580, и для кредитных организаций есть определенный уровень, которым они должны соответствовать. Вступили в силу требования о регулярном проведении тестирования на проникновение и о проведении оценки соответствия. Собственно, уже в этом году вступила в силу 747П с 25 февраля. С июля текущего года вступают в силу дополнительные требования 747П. С января 2022 года вступает и 719П, и появляется требование о уровне соответствия для некредитных финансовых организаций. С января 2023 года выше уровень соответствия для кредитных финансовых организаций по ГОСТ 57580, ну и также там с июля 2023 года для некредитных финансовых организаций. По положению 683П установлено требование к уровням защиты информации. Для системно значимых это усиленный уровень защиты, о чем мы уже говорили. Оценка соответствия должна проводиться не реже одного раза в два года. С января текущего года уровень соответствия не ниже третьего. Для проведения оценки соответствия в данном случае требуется привлечение лицензиата. Оценка соответствия должна быть независимая. Дальше поговорим еще о том, как это должно проводиться, естественно, и каким образом собираются свидетельства. Что касается положения 747П, то для участников систем срочных и несрочных переводов и сервисов быстрых платежей это стандартный уровень защиты информации, что позволяет контур взаимодействия с платежной системой Банка России для участников СНП и СБП выделять в отдельный контур, поскольку там все-таки другой уровень защиты информации и с ним проще выполнять какие-то требования. Этот контур возможно отделить. Оценка соответствия то также не реже одного раза в два года, но в данном случае уровень соответствия с января 2023 года должен быть обеспечен. На текущем слайде и то, что можно дальше использовать, в принципе, вот как раз коллеги, кто задает вопросы по некредитным финансовым организациям, представлен срез требований, которые для некредитных финансовых организаций, реализующих усиленный стандартный уровень защиты, с той периодичностью, когда и что им необходимо выполнить. Перечислять не буду, но это то, чем можно было бы воспользоваться, это те вещи, которые закреплены в 684П. Дальше поговорим по поводу того, было несколько вопросов по проведению расчетов по формулам и по методикам. Давайте рассмотрим дальше, как считаются оценки соответствия при проведении оценки ГОСТ-57-580. Методика, утвержденная для ГОСТ-57-580, она закрепила формулы определенные и закрепила порядок проведения расчетов и оценки. Сразу проговорю то, что были вопросы, мы к ним еще будем возвращаться дальше, по поводу неоцениваемых процессов, если в организации какие-то процессы просто неприменимы. Ну, например, в принципе, в организации не используются никаким образом беспроводные сети. Это один из примеров, но это самый, наверное, распространенный, особенно для не очень больших организаций, где данный сервис просто никак не задействован вообще. или система виртуализации для сегмента взаимодействия с платежной системой Банка России. Зачастую там также есть такой момент. Те меры, которые просто неприменимы в силу отсутствия каких-то технологий, данные меры исключаются. Они помечаются как неоцениваемые меры, и они не участвуют в оценке. Просто при проведении оценки соответствия должно быть добавлено обоснование аудиторам, по какой причине та или иная мера исключается. И если эта технология никаким образом не применима в организации, естественно, она никак не оценивается, она просто исключается из оценки. Что касается формул и расчетов, в данном случае оценивается по среднеарифметическому оценку в пределах каждого процесса. Дальше при оценке контуров безопасности учитываются определенные коэффициенты для того, чтобы оценить стоимость планирования реализации контроля и совершенствования в совокупности с оценкой выборности мер. И есть определенные показатели, каким образом оно должно делиться для того, чтобы получить итоговую оценку. Оценка выставляется в пределах контура безопасности. В первую очередь. Для того, чтобы посчитать итоговую оценку, то считается среднеарифметическое по всем контурам. Также методикой предусмотрено, что если в область оценки входит несколько контуров безопасности с различными уровнями защиты информации. Тогда установлена определенная формула в организации и считается... Сначала оценка вычисляется отдельно по контурам безопасности с одинаковыми установленными уровнями защиты. Далее вычисляется по определенной формуле сумма числовых значений коэффициентов для контуров безопасности и по весовым коэффициентам. Дальше уже получается итоговая оценка. Данные формулы все, собственно, прописаны регулятором и ими можно пользоваться и вполне они считаются в таком случае. Так, вот как раз мы возвращаемся, дальше идем к вопросам. По поводу первого вопроса, это как раз если какая-то деятельность не осуществляется и если какие-то нереализованные, мы с вами проговорили. Что касается... Был вопрос по поводу того, почему присвоены коэффициенты в формулах с 8 по 12 и почему происходит так или иначе. Постаралась сейчас уже ответить на этот вопрос по поводу того, что коэффициенты установлены регулятором, установлены они исходя из того, что выбранность мер важнее, чем формальное документирование, чем подход по закрытию просто документами. Отвечая, кстати, на один из вопросов, который также нам направлялся участниками сегодняшнего вебинара, какие документы необходимо выпустить для того, чтобы закрыть требования ГОСТ-57-580. ГОСТ, в отличие от действующих ранее, документов Банка России и пожелания регулятора гораздо более технический и технически ориентированный документ. И для регулятора важно именно выполнение и выбор мер. И выбор мер оценивается в первую очередь по их реализации в процессах финансовой организации. Большинство мер нельзя никакими документами закрыть. Это именно техническая реализация на уровне вашей инфраструктуры, на уровне ваших приложений, на уровне ваших автоматизированных систем. И регулятор на данный момент в основном обращает внимание именно на то, как будет выполнена та или иная мера. Поэтому даже, наверное, основное документирование в этом документе определенное, только в части планирования каких-то мер частично затрагивается в реализации. Все остальное – это выполнение. Выполнение технически, либо выполнение организационными способами. Например, контроли какие-то могут проводиться именно организационно. Что касается сроков по наличию результатов аудита в связи с пандемией. Никакие сроки не менялись, ничего не изменялось, и регулятор никаких, в общем-то, отсрочек не давал по реализации ни в прошлом году, ни в текущем году. В текущем году, в принципе, уже большинство организаций, может быть, не большинство, но очень многие организации работают в полную силу и вернулись к работе в условиях, которые были до пандемии. Игорь, отвечаю на ваш вопрос по поводу того, что техническая мера и организационная должны пониматься буквально. Не очень понятен вопрос, но, тем не менее, есть то, что должно быть реализовано технически, есть то, что может быть реализовано организационно на разном уровне. Поскольку у вас не кредитная финансовая организация, у вас все-таки чуть-чуть побольше выбор и почаще встречаются варианты в организационной реализации, но есть различные способы этих реализаций. И что-то действительно можно рассмотреть, что это будет применимо, тем более, что регулятор... Ну, в принципе, верно. Да, я тоже прокомментирую. Антон? Да, давайте я прокомментирую. Игорь, смотрите. Антон, тебя не слышно. Можешь погромче, пожалуйста. Так, хорошо. Давайте. Игорь, смотрите, пример приведу по поводу организационной меры. Есть организационная мера по хранению паролей админов в сейфе, ну, условно скажем. Соответственно, аудитор при проверке не попросит у вас документ, где написано, что пароли админов должны храниться в сейфе, а попросит продемонстрировать то, что вы храните пароли админов в сейфе. Соответственно, подход вот такой. То есть для проверки выполнения требований аудитор все равно проверит процесс. И наличие документа здесь вас не спасет, если процесс не будет работать. Да, Ксюша, извини. Да, да, да. Ну, как раз я, собственно, это и хотела примерно такой же пример, да, приводить, что какие-то вещи... Да, ну, просто, Игорь, вы написали о том, что организационно это ОРД, но тут получается не только ОРД, а именно организационная реализация. Например, какие-то контрольные функции, особенно там, где это возможно, они могут именно быть ОРГ-мерами, не технически настроенные в выполнении контролей. Например, в первом процессе много пунктов, которые именно контрольные, контроль блокировок, еще что-то. Для ряда организаций применима организационная реализация такого контроля. И организационно это может быть выполнение руками, периодических проверок, что-то посмотреть, сделать. И это тоже будет зачитано аудитором в ходе проверки, если это выполняется таким образом, и если организационная реализация для вашей организации применима. Что касается вопросов, которые у нас представлены на этом слайде, требования к организации для проведения оценки соответствия уже говорили по поводу того, что это должен быть лицензиат. на данный момент больше никаких пока что требований нет. Дальше вы определяете сами, какие вы хотели бы еще добавить требования. Оценка соответствия очень сильно зависит, на самом деле, от сроки проведения оценки соответствия для небольшой, для большой организации. очень сильно зависит от взаимодействия и от готовности самой организации участвовать в этом процессе. Потому что зачастую это может быть маленькая организация, но люди, которые должны участвовать в процессе, и которые должны предоставлять информацию аудиторам, не готовы, или очень сильно заняты, или не хотят, или, например, что до сих пор, к сожалению, сохраняется, есть конфликтность между подразделениями безопасности и подразделениями IT. А поскольку требуется техническая реализация, то очень много информации приходится собирать именно с подразделений IT. И тогда сроки могут быть огромные. В принципе, в среднем нас не так много времени занимает на то, чтобы провести все интервью, если организация готова дальше собрать свидетельства и разработать отчет. В условиях пандемии сроки несколько увеличились, потому что при удаленном проведении оценки соответствия огромный объем работ по сбору свидетельств именно он ложится на проверяемую организацию. Поэтому, конечно, и для нас, и для проверяемой организации гораздо быстрее проводить оценку очно, когда аудитор может приехать на место, собрать свидетельства непосредственно внутри организации, на местах, и потом по этим свидетельствам уже разрабатывать, готовить отчет и готовить заключение. Ну, не меньше месяца, а дальше уже будет зависеть от даже, наверное, не меньше полутора месяцев, в зависимости, конечно, от объема организации, от размера, ну, а дальше очень сильно зависит от принимающей стороны, кто в каком, кто на сколько готов взаимодействовать и предоставлять сведения. Что касается отчетных документов, в методике определено, как должен выглядеть отчет, кем он утверждается, кем он подписывается и кем он согласовывается. Есть требования, что должно содержаться в отчете, они достаточно простые, понятные, в общем, как и в предыдущих документах Банка России, это сведения о проверяющей организации, кто участвовал в проверке, кто участвовал в проверке со стороны проверяемой организации, что проверялось, какие цели, что было достигнуто. В данном случае регулятор требует очень четкого перечня от того, какая информация предоставлялась, какие были предоставлены свидетельства, в какой формате они предоставлялись, требуется сведения, в отчете должна быть представлена информация по всем проведенным интервью, по каким темам они проводились, с кем они проводились, и участники со стороны проверяемой организации должны подтверждать подписями в данном случае участие на своих встречах и свои слова. Сергей, до раздела 7.9 мы дойдем ближе ко второй половине вебинара. Скоро доберемся, этот вопрос вынесен на сегодняшний вебинар, он будет на слайде. Все протоколы должны заверяться подписями участников, и что очень важно, и чего не было раньше, следует обратить на это, конечно, внимание коллегам, кто еще не начинал оценки соответствия ГОСТ-57-50-80, о том, что для каждой меры, для всех требований, которые выполняются, должны быть собраны свидетельства. Это свидетельство либо в формате документов, либо это, в зависимости от применимости, конечно, это фотографии, это скриншоты, что-то может быть закреплено на уровне просто протоколов, если, ну, какую-то вещь просто невозможно показать, но при этом коллеги могут рассказать, как это реализовано. И тогда обязательно это все подтверждается подписями, потому что мы, как проверяющая организация, как аудитор, к своему отчету должны прикрепить все свидетельства, и у вас это все будет храниться, как у проверяемой организации, вместе с отчетом. И если у вас будут, к вам приходят проверяющие от регулятора, то у вас должна быть возможность предоставить в том или ином варианте в том или ином варианте предоставить проверяющему от регулятора свидетельство, на основании чего была выставлена та или иная оценка. Были вопросы и в предыдущий раз, когда мы похожий вебинар уже проводили, и сейчас тоже по поводу того, что как форму сбора в методике есть закрепленная форма по тому, как должны выглядеть отчетные документы, как должны быть собраны подписи, но при этом не обязательно сохранять вот именно такую таблицу, потому что и мы консультировались с регулятором о том, как можно это сделать. В данном случае ответ основной о том, что должна быть единая форма сбора свидетельств, и заверения, но заполнять форму можно как-то допустим оптимизировать. И если, например, у нас в каком-то случае участвует один и тот же сотрудник в различных процессах и предоставляет сведения по различным процессам, то можно где-то собирать, например, одну подпись только у этого работника. мы иногда делаем такой используем подход, что мы собираем основные подписи все в протоколах и дальше по отчетным документам ссылаемся на эти протоколы, которые заверены подписями людей, участвующих в том или ином процессе, где люди подтверждают, что они предоставили такие-то и такие-то свидетельства. В данном случае второй вопрос, что касается компенсирующих мер. В данном случае регулятор позволяет какие-то меры реализовывать не дословно, как они указаны, а применять компенсирующие меры. Но компенсирующие меры при этом должны быть направлены на обработку операционного риска. То есть все завязано на то, что должны быть проведена оценка рисков, должны быть модели угроз и обоснования, почему эта компенсирующая мера будет применима и будет подходить для оценки. Почему может быть заменено? При достаточном обосновании компенсирующая мера будет вполне учитываться и тогда какое-то требование может оцениваться как выполненное, например, но с помощью компенсирующей меры и в обосновании будет отражено, каким образом та или иная мера выполняется. Что касается санкционных вопросов, они были, есть по действовать сейчас основные три статьи. коллеги, я просто периодически переключаюсь на чат, давайте так, я сейчас дорассказываю то, что у нас есть, и дальше просто поднимусь выше, прочитаю все вопросы и тогда на них отвечу. Действуют сейчас три статьи основные, значит, в 161 ФЗ в статье 34 указано, что возможные последствия в случае нарушения финансовой организации, как кредитной, так и не кредитной, требований 161 ФЗ, то это последствия, это приостановление деятельности по переводу денежных средств, по кодексу об административных нарушениях установлено наложение административного штрафа определенной стоимости и по статье 9, также кодекс об административных нарушений тоже устанавливается административный штраф. Ну, в общем, для юридических лиц до 700 тысяч он может наступать в случае, если не выполнены определенные требования Банка России. Для кого-то эта сумма не очень большая, для кого-то большая, но в любом случае, наверное, нет смысла сталкиваться с санкциями, которые дальше все равно поставят вас получается на контроль, в том числе у регулятора и будут обращать на себя внимание. Вопросы, которые у нас были, я заранее приношу извинения, я пыталась сделать презентацию логичной, но вот сейчас, когда я рассказываю, понимаю, что, наверное, она получилась не совсем логичной, надо было чуть-чуть в другом порядке, но уже, извините, уже теперь так получится. Ряд вопросов, которые у нас были по тому, как определять контуры безопасности и что и в каком объеме к ним относить. В данном случае регулятор относится, относит к контуру безопасности совокупность объектов информатизации, финансовой организации, которая определяется областью применения данного стандарта 5780 и который используется для реализации бизнес-процессов или технологических процессов финансовой организации с единой степенью критичности. Это важно именно для контур-безопасности, что это должно относиться по единому, по критичности тех процессов, которые внутри обрабатываются и для которой в финансовой организации применяется единая политика защиты информации, выбирается единый набор требований. Делятся как объекты доступа и ресурсы доступа. Ресурсы доступа это у нас идут автоматизированные системы, базы данных, файловые ресурсы, виртуальные машины, почта, способы доступа в сеть интернет. К объектам доступа это армы как эксплуатационного персонала, так и пользователей, серверное оборудование, сетевое оборудование, система хранения данных, устройства копирования, банкоматы, платежные терминалы и так далее. вы определяете, что вы готовы и как защищать и что можно отнести к контуру безопасности. Наталья, можно выделить один контур безопасности, это зависит от того, какая, в общем-то, организация и насколько вы готовы это все делать. У вас получится, если вы кредитная финансовая организация, да, если вы кредитная финансовая организация, возможно, вам будет проще отделить контур с взаимодействием с платежной системой Банка России, но тоже зависит от вашей технической реализации. В принципе, выделение единого контура во многом проще, потому что у вас не потребуется выполнять ряд мер, которые направлены на защиту между контурами и разграничение их взаимодействия при передаче данных и при разграничении потоков. Другое дело, что для ряда организаций они принимают решение на разделение контуров, потому что где-то можно выполнить другой уровень защиты, а для каких-то вещей, допустим, не готовы реализовывать, особенно если это крупная организация, не готовы реализовывать все меры, предусмотренные ГОС-57-580. и когда у вас очень-очень много систем, и если у вас очень много автоматизированных систем, приложений различных, например, какие-то устаревшие, то возможно просто экономически и технически целесообразно как раз разделять эти контуры, где вы сможете какие-то вещи, не участвующие непосредственно в процессах, отделить. Но конечно проще выделить единый контур и обеспечить надлежащую защиту для всего этого контура, а просто для ряда систем Антон не совсем согласен, потому что вполне можно выделить один контур и обеспечить требуемый уровень безопасности для всего этого контура. Игорь, ваш вопрос мне не очень понятен. А, как определить? Мы сегодня не рассматриваем критическую инфраструктуру, вот сразу скажу. Если в целом говорить о том, что критично внутри организации или что, для этого есть оценка рисков и оценивается как раз важность объектов, важность информации, критичность информации, которая обрабатывается с учетом требований действующего законодательства, что для вас еще и должно быть критично, помимо того, что организация внутри себя определяет эту критичность. есть Александр Евгеньевич по поводу выделения нескольких контуров. Если вам необходимо, не очень просто понимаю вопрос, если есть необходимость выделить несколько контуров, если у вас есть свои какие-то технические причины или организационные так разделять, вы можете это сделать, но да, надо учитывать, что у вас будут различные объекты инфраструктуры попадать вероятно в контуры, например, это инфраструктурные вещи, которые едины для всей системы и которые достаточно проблематично раздвести по разным контурам. Сейчас на следующем слайде мы как раз это увидим. что были вопросы по поводу того относительно контурам безопасности армпользователей, которые не имеют доступ в ОБС и имеют доступ в ОБС, но не осуществляют банковские операции, серверы организации. Возвращаемся к определениям контурам безопасности. Это совокупность всех объектов информатизации, которые используются для реализации бизнеса и технологических процессов финансовой организации. То есть в принципе все эти ресурсы попадают, они оцениваются во-первых при оценке соответствия проверяющая организация делает выборку того, что попадет в область оценки. У вас контур может быть огромный, но выполнение оценки не обязательно по всему контуру. Ксения, мы тебя потеряли не слышно. Нет, я пытаюсь прочитать количество вопросов и чуть-чуть задумалась, потому что давайте я как коллеги пишут, давайте я прокомментирую по поводу разделения контуров дополнительно. Ты сейчас ответишь? Коллеги, давайте прокомментирую вопросы по поводу разделения контуров. Письменно? Соответственно, смотрите, у нас есть требования, которые вытекают из разных нарративных документов, где говорится про контуры безопасности. Например, есть требования 747, где говорится, что должны быть контуры безопасности связаны с срочными и несрочными переводами и системой быстрых платежей. Есть, например, контуры безопасности, вытекающие из положения 683П, связанные с выполнением банковских операций. Если посмотреть вот даже на эти два документа, то в большинстве случаев участком формирования сообщения в рамках ХСБП является ваше мобильное приложение либо система ДБО физического лица, которая по умолчанию попадает в контур проведения банковских операций либо в контур связан с осуществлением перевода в денежные средства. И формально вы даже не сможете разделить на разные сущности и придется рассматривать одновременно. Так, если на многие сущности вашей компании, вашей организации, кредитной или некредитной, применяются одинаковые требования, зачем делать несколько разных контуров, проводить разные оценки, думать о том, как обеспечить межконтурное взаимодействие, хотя фактически вы эти контуры разделить не можете. И в итоге не получить никакого профита. Соответственно, объединяя, объединить это все в один контур вы можете, поскольку контур это совокупность объектов антифетизации с одинаковыми требованиями по защите информации. По сути своей. Надо не забывать, что 747 в части СБП и СНП есть требования, что они должны быть в отдельных сегментах. Это да, но сегменты не равно контуры в этом ключе. Потому что, как правильно сказала Ксения, у вас может быть общая система доменная, общая система сетевая, общие коммутаторы и так далее. Поэтому наша рекомендация все-таки рассматривать контуры совместно, если есть возможность их не разделять. Более того, например, для системно значимых кредитных организаций мы понимаем, что 95% их корпоративных сетей попадет под первый усиленный уровень защиты, поскольку в соответствии с требованиями и 719p и 683p для системно значимых первый уровень защиты. А сегмент Банка России СННП и СБП он по второму. Но если посмотреть, сегмент СННП он также входит в контур, фактически входит в контур и 683, и 681, и 719, поэтому к нему должны применить и первый. Поэтому мы применяем по максимальному уровню, исходя из существующей нормативной базы. И более того, наличие одного контура вас уменьшает периодичность оценки, уменьшает не периодичность, а уменьшает затраты на проведение внешней оценки соответствия. То, что оценивать один контрабезопасности либо три контрабезопасности, это разные финансовые вложения с точки зрения к проведению внешних аудитов. Ксюш, возвращаем. Антон, в общем, в своем ответе также затронул. По поводу был вопрос, требуется ли в контуре отдельная инфраструктура. Таких требований нет. И тут как раз у вас эта инфраструктура будет попадать либо в один контур, либо она будет единая для различных контуров и придется просто это так оценивать. Что касается требований сбора по свидетельствам со всех рабочих мер, нет, конечно. Как я уже говорила, проверяющей организации выполняется выборка того, что войдет в область оценки. Это все согласовывается с представителями от проверяемой организации и уже по этой выборке выполняется работа. Нет задачи обойти вообще всю организацию, но это даже нереально, если, например, мы говорим про какую-то крупную организацию. Что касается проверки контура СБП, то у вас в данном случае это может быть как отдельный контур вынесено, так и тот же самый контур, который для всей остальной организации. на практике, честно говоря, я не видела, чтобы организация смогла технически нормально выделить отдельно это в собственный контур, просто потому, что, как правило, рабочие станции, опять же, пользователей, они являются общими, никто это не отделяет. С точки зрения 672П и 747П в общем-то у вас нету сильной разницы, там требования по технической реализации не особо поменялись, оно как было, так оно и существует, и у вас техническая реализация, как вы это все делали, она такая же собственно и остается, вы продолжаете взаимодействовать с данной системой Банка России. Следующие вопросы, которые у нас появлялись, возможно ли совмещение норм ГОСТ и требования импортозамещения, да, возможно, в принципе, на данный момент на рынке в России, ну, кому-то это просто окажется, допустим, экономически несталисообразно, где-то может быть не очень удобный вариант по технической реализации, где-то может ойти подразделение не согласовать применение каких-то технических решений, тут уже вам самостоятельно решать и определять, на что вы готовы, но в данном случае, в принципе, возможно, есть технические решения на рынке, можно это все посмотреть. Что касается применения к экосистемам, почему бы нет, просто немножечко сложнее, возможно, проводить оценку соответствия по силу того, какую структуру представляет собой экосистема, но тем не менее это все вполне реально, можно проводить такую оценку и рассматривать составляющие экосистемы и взаимодействие у них внутри. Будет сложнее разделять, вероятно, какие-то сегменты, хотя, с другой стороны, при нормальном построении экосистемы у вас также может быть сделано сегментирование, оно может быть реализовано и на уровне микросегментирования, и просто все это демонстрируется администраторами при проведении оценки соответствия. Вопрос был по поводу... Ксения, можно еще несколько комментариев по поводу экосистем? Добавлю. Да. С экосистемами есть следующая основная сложность использования единой инфраструктуры влечет за собой использование единых механизмов защиты, которые очень часто администрируются определенными людьми, которые работают в отдельных компаниях. Сразу возникает вопрос связанный с лицензированием отдельных видов деятельности, с лицензией на ТЗКИ для таких компаний. Даже если это особенно некредитная финансовая организация работает в инфраструктуре кредитной финансовой организации в рамках экосистемы, надо четко разделять зоны ответственности, полномочия и прописывать соответствующее разделение зон ответственности в договорах между этими юридическими лицами, поскольку формально эти все участники экосистемы это разные юридические лица, взаимодействие которых должно быть построено на договорной основе с обязательным отражением требований по защите информации, которые должны выполняться в рамках организации такой аутсорсинговой или инсорсинговой работы. Да, Антон, спасибо большое за комментарий, это действительно важный момент, и сталкиваемся в первую очередь при проверках некредитных финансовых организаций, ну, либо если это небольшие кредитные финансовые организации, которые часть услуг, не только касательно экосистемы, но часть услуг, если вы отдаете на аутсорсинг, если вы пользуетесь публичными облачными решениями, ну, вот еще какие-то такие варианты, обращайте, пожалуйста, внимание на договорную составляющую, потому что это для вас единственный вариант, как обеспечить, ну, во-первых, реализацию для того, чтобы с вашей информацией все было в порядке, а во-вторых, как дальше взаимодействовать потом с регуляторами и при проверках различных, потому что у вас на уровне договоров или соглашений различных, СЛА-ф, должно быть очень четко прописано, что для вас делает аутсорсер, в каком объеме он несет ответственность и какие меры будут реализованы не вами самостоятельно. Это то, на что обязательно надо обращать внимание при работе, при эксплуатации экосистемы и, в принципе, при вашей работе, если какие-то вещи реализуются не собственным персоналом. Что касается назначения распорядителей логического доступа и распорядителей физического ресурса, это могут быть совершенно различные работники различных подразделений, в зависимости от того, как построена работа у вас в организации. Просто за каждый ресурс доступа у вас должен быть назначен владелец, должен быть тот, кто несет за него ответственность. Это может быть бизнес-представитель, это могут быть IT-представители, это может быть в каком-то случае за какие-то ресурсы представители подразделений информационной безопасности совершенно разные, но это те персоналии, кто действительно сможет потом ответить, кто периодически контролирует эти ресурсы и с кого в общем спросят, если что. Что касается распорядителей физического доступа, ну опять же, тут либо у вас это ответственность за пожарную безопасность, либо кто-то от АХО, либо это работники, которые размещаются в тех или иных помещениях и готовы отвечать за те помещения, в которых расположены их подразделения и нести собственно ответственность. Если будут утрачены ключи, то кто-то будет за это отвечать. По поводу эталонного копии программного обеспечения, в принципе, на данный момент нету определений эталонного программного обеспечения, эталонных копий. По сути, единственная вещь, где было какое-то определение, дано такой формулировке, что эталонное программное обеспечение это программное обеспечение, отвечающее наивысшим требованиям к его точностным и функциональным характеристикам, подтвержденным при его неоднократном тестировании и использовании. По сути, это некий исходник. Самый, наверное, простой пример – это образ для заливки на рабочие станции, которые, как правило, формируются у IT-подразделения. Зачастую согласовывается с безопасниками, где утверждено формат версии сборки конкретного программного обеспечения. Если это образ для заливки, то туда же добавлено то, что должно быть предустановлено на систему, и вот такая эталонная копия хранится где-то отдельно. И должна быть возможность, в принципе, для контроля того, что то, что устанавливается в итоге, что оно соответствует этой эталонной копии. То же самое касается и различных других средств систем защиты. Есть что-то определенное. Что касается распределитель физического доступа, ну, это просто не всегда руководители СП в зависимости от объема организации, но в целом, возможно, да, это могут быть руководители. По поводу примера выполнения ГОСТ, коллеги, мы рассказываем, вот по ходу периодически приводим какие-то примеры. Был вопрос по реализации, как раз для, в части реализации 684-П, как применять электронную подпись в связи с грядущими изменениями. На данный момент пока что применять так, как это сейчас утверждено, в том формате, в каком есть 684-П, потому что пока что неизвестно, когда появится документ, он может появиться так же, как и 747-П, вот взять внезапно, а может, в принципе, его разработка затянуться. Поэтому пока что реализовывать в том формате, в каком сейчас действует нормативный акт. Переходим к реализации конкретных мер. По поводу хранения копий аутентификационных данных, отказаться, как это можно хранить. В данном случае, в принципе, Антон уже озвучивал варианты, но это либо хранение в сейфе, либо действительно хранение менеджеров паролей, никто не запрещает такую реализацию. Просто необходимо оценить риски использования менеджеров паролей, и оценить, какие это будут применяться технические решения, насколько они надежны, и обеспечить надлежащую защиту. Это может быть даже флешка, выделенный магнитный носитель. Может быть отдельный выделенный ARM, может быть отдельный сервер. В принципе, в нынешних текущих условиях можно рассматривать различные варианты. Если вы сможете достаточно обосновать, почему выделенная техническая вещь, магнитный носитель, вы применяете такой или иной, но при этом у вас будет выполнена оценка рисков для этого магнитного носителя, и вы сможете обосновать, что он у вас надежно защищен, и вы его считаете выделенным, например, выделенная в отдельный сегмент виртуальная машина, к которой ограничен доступ, которая на защищенном сервере и так далее. Вполне можно применять как надлежащее средство для хранения аутентификационных данных, к которому никто... И, допустим, он еще и шифруется. Но почему бы нет? Очень интересный диалог получается по поводу выделенных носителей. Ксюш, давай прокомментируй тоже дополнительно по поводу, откуда эта мера взята. Представьте, что завтра ваш админ домена не вышел на работу, не отвечает на мобильный телефон, вы не можете его найти. Он является админом домена. Что вы будете делать? Это вопрос именно... Скажем так, оценки определенных рисков. Видимо, разработчик стандарта эти риски за нас с вами уже оценил. Если вы не согласны с его оценкой рисков, потому что такая мера нужна, дальше вступают в силу возможности применения компенсационных мер, которая прописана в госте. Ну, собственно, да. Объяснение, зачем она нужна, оно правильное очень, конечно. Вот, а дальше... И причем, на самом деле, это кажется смешным. У кого-то это, да, сотрудник аутсорсера, аутсорсер взял и обанкротился, и внезапно вы об этом узнали достаточно поздно. Поэтому... Поэтому тут, наверное, мера имеет смысл быть нужной, особенно для крупных организаций, где есть жесткое разделение ролей, например, там вы не назначили кого-то дополнительного. А вот о том, как вы будете реализовывать, но да, если отвечать на сам вопрос, отказаться от бумажных носителей вполне можно. Продукты, рекомендуемые для закрытия требований, мы периодически сейчас озвучиваем что-то, рекомендовать кого-то... Александр, по поводу... Александр Евгеньевич, по поводу хранения паролей, если у вас это аутсорсеры, это как раз возвращаясь к тому, что говорил Антон Синцитский, по поводу очень четкой регламентации порядка взаимодействия с внешними организациями. Там, где и за что... Мы, например, как проверяющая организация, мы не можем проверить, как выполняется это что-то на аутсорсинге. Особенно, если, например, этих коллег у вас, в принципе, не бывает в офисе, они работают из другого офиса. Но в данном случае на уровне договорных отношений вы должны очень четко регламентировать, что они будут выполнять и в каком объеме. Но при проведении оценки соответствия, например, мы проверяем именно ваших работников. А вот если этот работник, он по аналогии с аутстафом работает у вас, например, и сидит, то вы вполне можете обязать предъявлять требования о том, как это должно и что делаться. И если организация говорит, что она вам оказывает услуги, и эти услуги должны обеспечить соответствие требованиям ГОСТа 57-580, то вполне эти меры на них распространяются так же. Дальше это уже их ответственность просто. Что касается требований РД-30. Александр Евгеньевич, вот так просто в ходе вебинара мы ответить не сможем, но как вариант это скорее не компенсирующая мера. Ну, либо компенсирующая это альтернативный вариант реализации меры или вариант, где эту меру, допустим, мы не можем оценить применительно к вашей организации, поскольку реализуется. Но тогда нам предъявляются документы определенные, в том числе оценка рисков. Так, что касается мер РД, сейчас, коллеги, секундочку, там наверху были просто вопросы еще по РД. А, вот как раз, да, по РД-25. По ЗУДу мы еще дойдем до него сейчас. По РД-25. Секунду одну, коллеги. Продолжение следует... Данная мера... Нет, данная мера относится именно к возможности пользователями самостоятельно сменить пароль, а не к программным сервисам. Потому что речь про субъектов... А, я поняла, к программам, к субъектам доступа из определения термина ГОСТ. Ну, если формально трактовать, то, в общем, она, конечно, относится, но при этом надо понимать, что где у вас, например, вообще отсутствуют пользователи, и работают возможность только программных сервисов, ну, вот, предположим, такая техническая реализация в системе, и у вас, в принципе, там нет никаких пользователей, то необходимо тоже понимать с точки зрения риска оценки, риск менеджмента, насколько корректна возможность для программных сервисов самостоятельно менять пароль и обладать таким доступом, поскольку это может оказаться не очень контролируемый процесс и дополнительная уязвимость, в принципе, ну, в теоретической реализации технической. Поэтому, возможно, так лучше эту меру не реализовывать, а для каких-то систем просто, например, исключать ее из оценки с обоснованием, почему она неприменима к той или иной автоматизированной системе. Дальше вопросы, которые у нас были. Дальше то, что у нас касается по РД-30. Возможность авторизации логического доступа к ресурсам доступа, в том числе АВС. Ну, собственно, это просто реализация авторизации для ресурсов доступа, которые у вас есть. В большинстве организаций, практически во всех, данная мера реализована. За очень редким исключением оказывается, что отсутствует авторизация к ресурсам доступа, но практически везде она у вас выполняется по умолчанию. Может быть, тут вопрос просто в сложности восприятия формулировки. Были вопросы по разделу по защите от вредоносного кода. У регулятора в данном разделе очень много пунктов, но при этом часть из них выполняется штатными средствами большинства эксплуатируемых технических мер защиты от защиты от вредоносного кода. Например, ЗВК-18 и ЗВК-19. ЗВК-18 – это входной контроль всех устройств переносных отчуждаемых носителей информации перед их использованием в вычислительных сетях. Это выполняется, в принципе, всеми антивирусными решениями, если поставить соответствующую галочку. И при подключении отчуждаемых волосителей, так или иначе, будет автоматически выполняться контроль. Просто это должно быть сделано на уровне настроек. ЗВК-19 – это входной контроль устройства переносных носителей перед их использованием в вычислительных сетях в выделенном сегменте вычислительной сети с исключением возможности информационного взаимодействия указанного сегмента и иных сегментов вычислительных сетей финансовой организации. Это использование в выделенном сегменте. Один из вариантов – это применение песочниц. Задача в том, что при подключении каких-либо устройств, переносных носителей, перед тем, как оно попадет на использование в общую сеть, он должен пройти контроль в каком-то выделенном сегменте. Могут проверять айтишники, может быть реализовано автоматическое перенаправление такого трафика. но это вот именно выделенные какие-то песочницы, выделенные решения отдельно от основной сети для того, чтобы обезопасить основную сеть организации. По ЗВК-24, по-моему, где-то вот здесь в перечне, в чате сегодня попадался тоже этот вопрос. По регистрации неконтролируемого использования… А, какой смысл был в этом… Вопрос был о том, какой смысл в этом требовании. Неконтролируемого использования технологии мобильного кода. В данном случае смысл в том, чтобы у вас не произошло заражение сети. То есть есть вещи, которые, да, у вас легально используются, но тогда вы знаете, какое это программное обеспечение, и оно определяется в том числе для средств защиты о том, что тот или иной функционал может быть использован. По неконтролируемому использованию, в принципе, у большинства технических решений на данный момент это также встроен штатный функционал большинства средств, которое будет либо блокировать, либо вас предупреждать, уведомлять о том, что есть попытка запуска какого-нибудь технологии мобильного кода. Что касается применения сертифицированных средств защиты информации либо средств коррептографической защиты информации. Использование сертифицированных средств защиты требуется тогда, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации угроз безопасности. То есть должна быть модель угроз безопасности, определены угрозы безопасности и определено, для каких устройств требуются именно сертифицированные средства защиты. В том числе по модели угроз определяется выбранность, применимость мер и определяется, где возможно использовать сертифицированное программное средство защиты информации или средство криптографической защиты информации, а где возможно использовать не сертифицированные средства. Поэтому исключительно сертифицированные средства защиты информации использовать не требуется. Нет такого требования, но для того, чтобы какие-то меры исключать или обосновать, почему вы используете не сертифицированные средства, мы сейчас говорим именно про ГОСТ. Есть другие документы, которые частично требуют сертифицированные средства защиты. Если в контексте самого ГОСТ 57-580 такого требования об исключительно сертифицированных средств защиты, такого требования в нем нет. Но, повторюсь, должны быть модели угроз и модели нарушителей, где рассматривается необходимость нейтрализации каких-то угроз защиты информации и обоснования, где требуется сертифицированное, а где нет. По поводу мер защиты, ну еще по КИИ, ну много нюансов, Игорь, вы совершенно правы. Да, сейчас мы говорим именно про ГОСТ. Были вопросы, они были у нас и осенью прошлого года и остались сейчас по поводу выполнения мер ПУИ-11 и ПУИ-17. Та и другая касается контентного анализа информации. При передаче в сеть интернет и при копировании на отчуждаемые носительные информации. В данном случае без системы DLP, если честно, я таких вариантов не знаю. Но можно, наверное, придумывать какие-то там скрипты или что-нибудь, которые будут выполнять такую задачу. Но надо понимать, что да, система DLP в данном случае будет оптимальным решением, принятым на рынке и с всеми необходимыми проверками. Следующий процесс, который... Были вопросы по выполнению процесса по защите системы среды виртуализации. Можно ли выполнить штатными средствами гиперевизоров? В принципе, можно... Большинство мер, очень многие меры, скажем так, они выполняются штатными средствами, но как минимум требуются средства межсетевого экранирования. Потому что очень много мер, которые там есть, они зависят именно от... Они направлены на реализацию межсетевого взаимодействия между сегментами и фильтрация трафика. Вопросы, которые сегодня поднимались и которые, в принципе, нам направлялись заранее, это защита удаленного доступа. Выделили специально на отдельный слайд. Вопросы, что поднимается под мобильным переносным устройством, что имеется в виду под МДМ, как реализовать определенные меры и как можно достигнуть соответствия. Мы связывались с регулятором достаточно долго, вот в ходе проверок уже несколько лет проводим оценку соответствия по ГОСТ. И тоже много вопросов, и у заказчиков много вопросов. И мы достаточно много спорили о том, что понимать под мобильным переносным устройством и как это оценивать. Получали в том числе разъяснение от регуляторов и пришли к следующему выводу. В данном случае к мобильным переносным устройствам относится, в общем-то, все, кроме армов стационарных, которые находятся внутри организации. Это корпоративные мобильные переносные устройства. Например, ноутбуки, планшеты, телефоны. Это корпоративные стационарные устройства, если они могут быть вынесены или выделены отдельно. Личные мобильные устройства и личные стационарные ARM, с которых пользователи работают удаленно. В общем, любые средства, с которых пользователь может получить удаленный доступ именно к ресурсам организации и выполнять работы. Что касается МДМ, с учетом того, какое количество ресурсов попадает. Классический МДМ – это решение, которое возможно применить именно к мобильным устройствам. Но поскольку к процессу по защите удаленного доступа попадают еще и альтернативные варианты, ноутбуки, стационарные ARM, на которые МДМ классический просто никак не поставить, то в данном случае необходимо рассматривать это как система централизованного управления и мониторинга. Это и то, что для телефонов и планшетов, и другие системы, которые позволят осуществлять централизованный мониторинг и централизованное управление. В данном случае необходимо адаптировать эту меру, но, опять же, используя модель угроз и нарушителей, необходимо ее адаптировать для того, чтобы она оказалась применима к вашей организации и к той технической реализации, как у вас на данный момент сделана вся система. ЗУД-5 по поводу двухфакторной аутентификации уже после установления защищенного сетевого взаимодействия. Собственно, требования по тому, чтобы был второй фактор, когда у вас установилось защищенное удаленное сидение, например, до терминального сервера, а дальше уже на терминальном устройстве сделана двухфакторная аутентификация для того, чтобы получить доступ уже непосредственно к самим ресурсам. По ЗУД-10 в данном случае необходимо адаптировать меру и рассматривать те варианты, которые действительно применимы, потому что там в ЗУД-10 очень много пунктов, и какие-то пункты не могут быть выполнены, например, если вы используете немобильное решение, какие-то, в принципе, не могут быть выполнены на каком-то еще уровне. Поэтому просто нужна адаптация меры и описание, обоснование, развернутое по какой причине, в том числе с моделью угроз, почему какие-то вещи просто невозможно сделать. Собственно, вот последний вопрос, раскрыть какие принципы достижения, постарались рассмотреть, отвечая на все предыдущие вопросы. Вопросы, которые были чуть-чуть, но тем не менее, которые по поводу обоснования меры компенсационного характера, это уже постарались рассмотреть и рассказать. Что касается порядок цен на услугу, это будет рассчитываться, исходя из очень многих параметров. Это и относится к тому, какое количество контуров оценивать, какие сегменты должны оцениваться, отдельные контуры оцениваются или не отдельные, то, о чем Антон Свинциский сегодня уже говорил. Количество систем, которые попадают в область оценки, количество армов и количество администраторов, с которыми приходится взаимодействовать. Адреса проведения работ, ну и, естественно, территориальная принадлежность, потому что, например, наша организация расположена в основном в Москве, поэтому, естественно, при необходимости проведения оценки соответствия в других городах, становится вопрос о командировках. Вот, Игорь, вы спрашивали, когда будет рубрика «Вопросы-ответ», мы к ней пришли. Если у вас еще остались вопросы, на которые мы не ответили. Коллеги, я в чате пыталась, конечно, смотреть вопросы сразу, но вполне могла чего-то не увидеть. А вот была мера под СЗИ-26. Постаралась на нее ответить, отвечая про контроль по вредоносному коду под СЗИ-26. Сейчас, если требуется еще дополнительный комментарий. Сейчас попробую на него ответить. А, ну, собственно, да, я на него и отвечала, как раз по поводу того, зачем она требуется и почему она должна быть нужна. РД-25, ответьте ли. ЗОД-10, ответили. Кунтуры. А, это тоже ответили. Коллеги, те вопросы, которые были в чате, в принципе, ответили. Максим по СМЭ-18, это, в принципе, штатная реализация, ну, и у ЦИСК, и у Чекпоинта сейчас есть для того, чтобы не было возможности в открытом виде увидеть, ну, как нотификация скрывается при настройках того, как выполняются настройки. Будет реализована техническая тапология. Четвертый уровень к 1 января 2023 года. Ответ это Олегу. Коллеги, с учетом того, что сейчас у нас уже половина первого, я бы предложила сделать так. Так, если у вас остаются вопросы, еще какие-то, вы можете их направить нам, и мы вам просто письменно ответим. Вот, почему 719P мы будем выполнять, 719P у нас пока никуда не делся, у нас 382P не будет. А 719P, третий уровень защиты, надо уже соответствовать с января этого года. Коллеги, появилась кнопочка «Подать заявку». Вы можете таким образом направить нам вопросы, если они остаются, просто потому что времени сейчас мы действительно ушли далеко за тайминг. И мы ответим на все ваши вопросы, просто направляйте их нам по электронной почте. Я, либо Антон, либо еще наши коллеги. Обязательно все вопросы рассмотрим и направим вам просто письменный ответ. Когда у нас сила появится на продолжение. Коллеги, спасибо большое за внимание. В общем, если есть вопросы, направляйте их, пожалуйста. И ждем вас на следующих наших вебинарах. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.